Вторая глава послания Колосянам мы с вами закончили на 17 стихе. Пища, питье, праздник, новомесячие, суббота, жертва, храм. Это есть тень. Тень будущего. То есть это была тень будущего грядущего Христа. Тень будущего грядущего Христа. А когда Христос пришел, то что родилось или кто родился? Тело Христа, церковь. Давайте мы с вами запишем церковь. Экклесия. Вызванные из этого мира. Слово Экклесия вызваны. Церковь. Церковь. Церковь это организм. Церковь это здание храма духовного. Церковь состоит, если говорить об организме, она состоит из членов тела. Аминь. Палец. Что такое палец? Член моего тела. Полноправный член. Правильно, да? Если я подойду сейчас, ударю, ну не сейчас, на улице. Если я подойду, ударю по колесу моей машины, да? А на что? Солидное замечание. Можно даже фару разбить Аминь Ничего, но если по пальцу ударить Что? И что? Вся рука будет обниметь Помажет, забинтует Что это? Это член тела Христа И без него никуда Его не выбросишь Потому что палец есть палец Как я буду указывать? На грешников Итак Церковь тела Христа Также церковь это храм Божий Духовный храм Об этом мы с вами говорили в послании к Ефесянам Что мы с вами камни живые 1 Петра 2 глава Мы с вами Мы с вами устрояемся То есть мы с вами четко подходим В свое место Куда Господь нас Дух Господень нас помещает То же самое и тело Христа Да? Когда младенец раздается У него такие маленькие Накатки Маленькие-маленькие Шесть пальцев Пять пальцев И так далее Кстати в Библии один там Шестью пальцами вышел Против Ване Сына и яда Но ему недостаточно Двадцати четырех пальцев Чтобы противостоять Сильным Давидам Правильно? Да? Нужно иметь сорок пальцев Итак Тело Христа Сейчас Тело Христа Все Закон Это тень Будущего А сейчас Тело Христа Тайна Христа Диспенсация Благодать Аминь Где нет ни храма Где Господь говорит Где двое или трое Собраны во имя Мое Там Я посреди них Аминь Я не говорю что не нужно Строить здание Для церкви Чтобы там Проводить собрание Или Здание Или храм Чтобы там проводить собрание Но если это только здание Это никуда не пойдет Аминь Понятно да? Потому что Церковь Это духовный храм И Первая Коринфянам Шестая глава Девятнадцатый Двадцатый стихи Там сказано что Вы храм Духа Святого Дух Святой Внутри нас И мы с вами Являемся Как храмом Так и телом Чем характеризуется Тело Тело характеризуется Тем что У него есть голова Потому что Без головы Тело Что? Не может Функционировать Не может Но просто Не может И все Давайте Продолжим читать Восемнадцатый стих Второй главы Никто Кто? Да никто Никто? Это вообще никто? Никто Да не обольщает вас Самовольным Смиренно Мудрее Итак Мы видим Встречаемся с вами Со словом Самовольным Мы сегодня Только уже Мы сегодня уже говорили Да? Что это такое? Это я так Ох Наверное Это так Или мне сон Приснился И Бог Не разговаривает Со мной Через сон А Господь Говорит Я дал тебе Слово Запечатанное Шестьдесят шесть Книг Откровений Я все Здесь Сказал А для тебя Что? Углубляйся Сюда Слушай Слушай Воспринимай Слушай Слушай Что общего У Микины С чистым зерном Да ничего общего Микина И ее нет А зерно Что? Господь говорит Я соберу Зерно В жительницу Свою Аминь А солому Сожжет огню Огонь неугасимый Плоть Сожжет огонь Неугасимый Все дела Плоти Будут Сожжены Огнем Неугасимый Кто останется Кто войдет Царство Божие Новый человек Аминь Новый человек Христос В нас Итак И никто Да не обольщает Вас Самовольным Смиреном И служением Ангелом Служением Ангелу Ангелам Ангелы Не достойны Поклонения Ангелы Сами Служители Вы со мной? Им не нужно Служить Ангелы Сами Служебные Духи Вы слышите Меня? Ангелам Не нужно Служить И нельзя Поклоняться Потому что Они служебные Духи Евреям 1.14 Не все ли они Суть Служебные Духи Посылаемые На служение Для тех Которые Имеют Наследовать Спасение Кто такие Ангелы? Служебные Духи Они служат И ни в коем Случа Они не требуют Никаких Служений Кто требует Служения И поклонения? А? Вы со мной? Назовите Мне его Дьявол Я имею ввиду Из-за Дьявол Почему? Поклонись Мне Он говорит Иисус Показал Ему Все Царства Мира В одну Секунду Все Царства Мира От начала И до конца Что? Поклонись Мне Все Тебе Отдам Кто Желает Какой Ангел Желает Чтобы Поклонялись Кто? Демон Дьявол Желает Чтобы Мы поклонялись Правильно? Да? А смотрите Реакция Какая Ангела На то Что Перед ним Стал Поклоняться Апостол Я Девятнадцатая Глава Нет Не Девятнадцатая Девятнадцатая Пастор Где там Написано Где Апостол Лаон Мил Поклонился Все Ладно Давайте Мы Откроем Девятнадцатую Главу Нет Лучше Давайте Двадцатую Главу Я вспомнил Это Двадцатая Глава Давайте Еще Девятнадцатую Прочитаем Девятнадцатую Прочитаем Да Девятнадцатая Откровение, 19 глава. Откровение, 19 глава. Давайте с 9 стиха. «И сказал мне ангел, блаженные званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне сей суть истинные слова Божие, и пал я к ногам его, чтобы поклониться ему». Итак, это не ангел, это святой, который говорит с Иоанна. «Итак, я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, что смотри, не делай этого, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса. Богу поклонись, аминь, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». И 22 глава, 22 глава, 8 стих. «Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел пал к ногам ангела, показывающего мне это». Итак, это был ангел, то есть дух, который послан, чтобы послужить Иоанну, показать ему Новый Иерусалим. «Итак, когда я услышал и увидел пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему». Что такое? Он был настолько великолепен, этот ангел, что так это самое, так и хотелось. И видение было невероятное. Здесь сказано, что я пал, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри. Что он сказал? «Эй, смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». «Кто достоин поклонения? Бог достоин поклонения». Аминь. Когда склонился перед Иисусом Христом в 20 главе Фома и сказал «Господь мой и Бог мой». Что нужно было сказать Иисусу, если Он не является тем, кто Он на самом деле? Что нужно было сказать? Точно так же, как сказали вот эти двое, и служители ангел. «Не делай этого». А что? Он принимает поклонения. Аминь. Когда прокаженные, которых Он исцелил, когда прокаженные пошли и показали священнику, из десяти все десять исцелились. Кто вернулся? Один только и что. Поклонился перед Иисусом Христом и поблагодарил Его. Иисус принимает поклонения. Мы часто видим, как в Евангелии Он принимает поклонения. Также и в первой главе Евангелия, извините, первая глава книга Откровений, там написано, что апостол Иоанн, он поклоняется стоящему у которого... Давайте прочитаем первая глава Евангелия. Извините, это книга Откровений. Первая глава, 17 стих. И когда я увидел, давайте мы посмотрим на Иисуса, глава Его, от 313 стиха, посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченному в падиры, паперсяма, поясанного золотым поясом, глава Его и волосы белы, как белая волна. Слово волна, не волна, а волна, это шерсть белая, овечья. Как белая волна, как снег, и очи Его, как пламень огненный, и ноги Его, подобно Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум, вот многих. Он держал в деснице Своей семь звезд, из уст Его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо Его, как солнце, сияющее в силе Своей. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый, Он положил на меня десницу свою и сказал, не бойся, я есен первый и последний, и был мертв и живой. Что, если бы Иисус не был тем, и а если бы Он не был Господом Богом, что Он должен был сказать, встань, нельзя тебе поклоняться Мне. Но что происходит? Он положил на него правую руку свою и говорит, я есен, кто? Первый и последний. Аминь. Да никто не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелам. Единственный, кто хочет, чтобы ему поклонялись и служили, это дьявол и демоны. Вы со мной? Вторгаясь в то, чего не видел, и так самовольным, это вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плоским своим умом. Вы знаете, человек настолько гораст на всякие фантазии и выдумки, просто невероятно. Выдумает все, что угодно. Мы бы культы религии проходили, да? Это ужас просто какой. Что это такое? Это самовольное смиренно-мудрие. Это то, что не видно, то, что не видел, безрассудно надмивается человек плоским своим умом. Каким умом? Плоским. Что это такое? Приземленным. Который не видит дальше своего носа. Который не видит духовную, духовную среду, невидимую среду. Откуда мы с вами узнаем, что происходит в духовном мире? Откуда? Из снов, которые бабушки и дедушки или кто-нибудь там видят. Откуда? Господь говорит, слово мое. Не молот ли разбивающий скалу? Не огонь ли? А? Не меч ли обоюдоострый? И мы говорим, аминь, Господи. Спасибо за то, что ты даешь нам какую информацию? Из твоего сердца. Твое откровение. Поэтому вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. А заповедь твою люблю. Аминь. Псалом 118. Дальше. Плоским своим умом и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Аминь. Это голова и это тело. Извините за грубый набросок. Это тело. Аминь. Это тело. Тело, которое соединено. Чем соединено? Всякими взаимно скрепляющими связями. Моя рука соединена с моим туловичем, с суставом, всякими связками и взаимно скрепляющими связями. Что это означает? Это означает, связка здесь закрепляется на туловище, и она идет к руке. И также от руки связка идет к туловище. Понятно, да? Это переплетение. Чтобы моя рука не отвалилась, нужно ее привязать к телу. Аминь. И это всякие взаимно скрепляющие связи. Мы с вами связаны со Христом не как запчасть от машины. Отвалилась и ладно. Мы с вами связаны со Христом что? Органически. Потому что мы с вами являемся одним телом с Иисусом Христом. Он глава. И вот что сейчас важно. Тело Христа шествует в этом мире. Аминь. И проповедует Евангелие благодать. Где бы оно ни собиралось, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Итак, эти люди, гностики, законники, можно еще там добавить, они не держатся главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо. Растет возрастом каким? Божьим. Когда я рос или выросли, да? У нас не было такого. Раз рука. Выросла, да? А потом другая рука. Выросла. А потом уши. Выросли. А потом ноги. Выросли. Нет, так не пойдет. Что? Все росло. Одновременно. Клетки что? Делятся, делятся везде, везде делятся, делятся, делятся. И человек, когда растет, что он растет? Растет полным возрастом. То есть все тело его растет. И это ненормально, когда у человека рука короткая, да, например. Это ненормально. Почему? Потому что значит что-то не так. Тело должно расти. Все. Аминь. Нельзя так. Это будет неблаговидно, если у меня взрослая голова, а уши младенца. Представляете, да? Ладно. Скажите, ну, пастор, у вас примеры. Растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли. И слово «если» это не то, что вы умерли или нет. Если это что? Вы умерли. Это уже совершившийся факт. Если вы со Христом умерли для стихий мира. Кто помните? Кто помнит? Философия. Нет, не философия. Стихия мира. Не помните, да? Это элементарщина. Элементарные вещи. Закон – это элементарщина. Это, знаете, это детский сад. Извините. Детский сад. Элементарные вещи. Но мы с вами умерли для закона. Аминь. Для чего же? Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не внушай, не дотрагивайся. А? Для чего? Если вы умерли со Христом для стихий этого мира, для этих элементарных вещей, и вы рождены в Царство Божие, и вы уже не младенец, но вы уже чадо, Сын Божий, который, сказано, что Дух свидетельствует Дух Божий, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И слово дети, там сказано, что это взрослый, взрослый ребенок, я имею ввиду, это взрослый сын, не взрослый ребенок, это уже нет, взрослый сын, который принимает сам решение. Аминь. Когда мы были возрождены Христом, и мы вошли в Царство Божие, Дух Божий возродил нас, мы стали что с вами? Мы взрослыми детьми Божьими, которые ходят со Христом, имея личные взаимоотношения, и Христос среди нас. Аминь. И Павел говорит, ну, если вы со Христом умерли для всего этого, зачем вы держитесь этих постановлений? Зачем вы обращаете на это внимание? Как насчет этого? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Знаете, откуда? Не прикасайся, не садись на это. Знаете, что по закону, если человек, у которого есть истечение, любое истечение из тела, сел на лавку и потом встал, вы уже, нельзя вам садиться на это же место. Почему? Потому что оно не чисто. Если вы сядете, то что? Вам, вы будете нечисты до вечера, вам нужно прийти домой, омыться и надеть новую одежду и так далее. А вы будете чисты, понимаете, да? Это, с одной стороны, заморочка. Знаете, почему самарянин подошел к человеку, который его избили по дороге? Помните эту историю про доброго самарянина? Аминь. Вы со мной, вы как себя чувствуете вообще? Да? Точно? Хорошо. Итак, Иисус рассказывает историю про одного человека, который шел, и его напали разбойники, раздели его, изранили его и бросили его погибать. Да? Кто прошел мимо него? Священник. Он просто прошел. Он даже не подошел к нему. Он просто как паровоз. Прошел, увидел его и прошел. Почему? Почему он прошел мимо него? Потому что он не был уверен. Во-первых, он не был уверен, мертв он или жив. Если он к мертвому человеку прикоснется, он не чист. И, кстати, если даже он не мертв, но у него истечение крови, все равно он не чист. Поэтому он даже не задумывался, прошел мимо человека, который лежал. Правильно, да? Почему? Потому что опять за рубль двадцать. Опять все сначала. И, возможно, он шел на служение какое-то. И вот это, понимаете, это выше становится, чем человек. Вы со мной? Почему? Потому что, и Господь говорит, нет, человек больше субботы. Сын человеческий, что? Больше субботы. Идет левит. Левит свернул, подошел к нему. Посмотрел. И тоже пошел дальше. Почему? Не захотел заморачиваться. А самарянин что? Его не касаются эти вещи. Он взял его, омыл раны, мазал елеем, положил его на своего осла, привез в гостиницу, оставил его, диджат подбросил, потом еще, говорит, если я буду возвращаться, если что, и сдерживаешь, еще тебя держат подбросил. Что? Что это означает? Так ведь фарисей-то спрашивал, желая оправдать себя, и сказал, а кто мой ближний? Правильно, да? Желая оправдать. Фарисей, который прошел мимо израильного человека, желает оправдать себя, а кто мой ближний? Нет, только не тот. Потому что через него я сделаюсь нечистым. Иисус говорит, вы знаете, почему, вы знаете, что Иисуса называли? Самарянин и бес в тебе. Седьмая глава Евангелия от Иоанна. Они говорят, а мы думаем, что ты самарянин и бес в тебе. Вы со мной? И Иисус говорит, хорошо. Так ведь он самарянин. Кто? Иисус самарянин. Мы с вами лежали израненные, брошенные. Прокаженный, говорит Иисусу, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Что бы сказал левит или фарисей, или священник? Если я к тебе прикоснусь, то я сам сделаюсь нечистым. Правильно, да? Вы понимаете? Вы со мной? Вы ведь понимаете, что такое тень, а что такое реальность? Вы понимаете? Что такое тень? А тень это что? О, нет. Опять мыться под душу. А что такое реальность? А реальность такая, что мы умерли для этих вещей. Чтобы что? Чтобы позволить Богу любить себя и позволить Богу любить других через наш сосуд. Здорово. И тогда, куда бы мы с вами не приходили, куда бы мы с вами не заходили, что мы с вами не сделаемся нечистыми, а то место, что становится присутствием Божьим, если мы исполнены Духом Святым. Аминь. Это не означает, нам нужно по барам ходить, чтобы эти места освещать. Ну ладно. Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Почему? Станешь нечистым. 22 стих. И это также гностики, это также те, которые говорят, что нужно залезть в пещеру, нужно от всего отказаться, отвергнуть от себя минимальный контакт с материальным миром нужно. Нужно залезть на столб и просидеть там 30 лет. И этим самым, что? Павел говорит, это самовольное служение, самовольное смиренно-мудрие, надмение плотского ума. Не прикатайся. 22 стих. Так что все истлевает от употребления по заповедям и учению какому? Человеческому. Какому? Человеческому. Иисус говорит, напрасно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. 23 стих. Это имеет только вид мудрости. Здорово, да? Внешний вид. О, какой он здесь гуру, да? Или там, я не знаю, там. Вид мудрости. Вы знаете, Птиц говорит, что тот, который молчит, может показаться, а, глупец, который молчит, может показаться мудрым, закрывающий уста свои разумные. А вот когда он откроет свои уста, тогда, о-хо-хо, понятно, кто скрывается за этим видом. Итак, это имеет только вид мудрости. В самовольном служении, смиренно мудре и изнурении тела. В некотором небрежении, а насыщении плоти. Что это такое? Аскетизм, это жизнь аскет. И Господь говорит, что ты состоишь и из тела так же, и тело я сотворил. И поэтому твое небрежное отношение к физическому телу не отменяется. Аминь. Давайте мы с вами скакнем первое послание Тимофея. Первое послание Тимофея, 4 глава. Первое послание Тимофея, 4 глава, 1 стих. Дух же ясно говорит. Какой дух? Святой дух. Ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Каким учением? Бесовским, демоническим. Второй стих. «Через лицемерие лжесловестников, сожженных в совести своей». Сожженная совесть – это та, которая не действует. Она мертвая. Она уже не вякает. Понимаете? Она уже… Все, она не работает. Третий стих. «Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил». Да, смотрите. «Дабы верные и познавшие истину». Аминь. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Аллилуйя. Это означает, что вы умерли для этих стихий этого мира. Для всех этих «не дотрагивайся», «не вкушай». Это самое… Здесь говорит, что употребляй… Это бесовское учение. Запрещать вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали. Как? С благодарением. Что? Отец наш Небесный благослови эту пищу, освети ростик или там крылышки. И что? Или креветки, или омаров там, или, я не знаю, или там угрей, или там еще что-нибудь. Кто как… Кто на что гораст. Да, в Китай поехать, это вообще они там должны. Давно уже быть истреблены за эти вещи, которые они там едят. Четвертый стих. «Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предрассудительно, если принимается с благодарением, потому что освечается Словом Божьим и как молитва. Аминь». Почему мы молимся перед Едомом? Да вот почему. Чтобы верные и святые кушали с удовольствием и с благодарением. Аминь. Если что-то протухло, мы молимся. А не выбрасывай. Не выбрасывай. Я рыбу купил на днях тот. Ну и, короче, забыл про нее. Жалко, слушайте. Тысяча рублей килограмм стоит. Что? Отец наш небесный. Отец наш небесный, освети ее мою. И съел, и живой. Я не говорю, я... Ну, аминь, да? Я не призываю. У вас есть трехгодичный борщ и молиться, Господи, благослови этот борщ. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении и смиренно-мудрении и изнурении тела. Тело должно получать свою порцию. Да, есть время, когда мы можем держать пост. И я имею в виду поститься. И это нормально. Но мы с вами заботимся. Вернее, Бог заботится о нашем теле и мы питаем Его. Третья глава. Давайте мы пару стихов пройдем и закончим. Итак, третья глава. В двадцатом стихе второй главы Павел говорит «Итак, если вы со Христом умерли». Аминь. А третья глава, первый стих «Итак». Что такое «Итак»? Это означает все, что мы сказали раньше, и я надеюсь, что вы поняли, приводит нас к следующему. Итак, все, что мы сказали раньше, приводит нас к следующему. Двадцатый стих «Итак, если вы умерли со Христом» для стихи «Идии». А здесь говорится в первом стихе «Итак, если вы воскресли со Христом». И слово «если» не ставит под сомнение «воскресли мы» или «не воскресли». «Мы воскресли со Христом». «Аминь». 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 «Мы воскресли со Христом». Вопросов нет никаких. «А если мы воскресли со Христом, то ищите горнего». Слово «горнее» «ищите того, что на высоте». «Аминь». А где это «горнее»? «Где Христос сидит по правой руку Бога?» «Где это?» «Небеса». «Престол величия на высоте». «Ищите что?» «Ищите горнего». «То есть думайте». Слово «ищите» это «помышляйте». Здесь сказано дальше. Второе. «О горнем помышляйте», то есть «о небесном помышляйте», а не «о земном». А что, о земном не надо помышлять? Не надо помышлять. Почему? Потому что Отец ваш небесный знает, что мы имеем нужду в определенных вещах. Аминь. Если он говорит «Не относись к насыщению плоти небрежно», разве он не даст нам с вами пропитание? Аминь. Все верующие только из мечтает сбросить там попал килограмм, может быть, и побольше. Мечтает, кроме одного, не буду говорить кто. «Мечтает набрать». «Кто мечтает набрать, кто мечтает сбросить. О горнем помышляйте, а не о земном. Почему? Потому что земное есть земное». Ибо третий стих. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Слово «умерли» стоит во времени аурист активного залога изъявительного наклонения. Что это такое? Вы со мной? Что это такое? Это действие произошло. Мы умерли уже со Христом в прошлом, и это действенно также и сейчас. Изъявительное наклонение говорит, что это утверждение абсолютной истины. Аминь? И слово «умерли» и «сокрыто» тоже находится во времени ауриста изъявительного наклонения. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта, сокрыта. И жизнь сразу что? Сокрыта. Где? Вот моя жизнь. Сокрыта где? Со Христом где? В Боге. Круто? Попробуй доберись до меня. Попробуй вырви меня из тела Христа. Попробуй сделать что, чтобы я каким-то образом выскользнул отсюда. Жизнь моя, она что, я умер со Христом, и жизнь моя была сокрыта. Со Христом где? В Боге. Это что? Запечатано навсегда. Аминь? Она сокрыта, сокрыта со Христом Богом. четвертый стих. Когда же явится Христос жизнь ваша? Когда он явится? А? Скоро. 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 Очень хорошо. Скоро. Очень скоро. Мы увидим, Господа. Когда явится Христос жизнь наша, когда это, когда Христос явится за своей церковью? Когда это Харпадзо произойдет? А? Когда явится Христос за своей церковью? Аминь? Когда явится, когда же явится Христос, и слово явится, это явится открытым образом. Когда же явится Христос жизнь ваша, мы увидим его с вами. Когда же явится Христос жизнь ваша, тогда и вы явитесь, то есть тогда и вы откроется, что вы на самом деле. Потому что мы не плой, я имею ввиду, это не то, что мы с вами сейчас все, ну такой, ну уши там и так далее. Вы знаете, это как бы сказать, конечно, мы будем отличаться, но это совсем другая картина. Итак, когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь как с Ним во славе. Первое пришествие я имею ввиду не то, что первое. Первый раз Иисус приходит, но не касается земли. Харпадзо забирает свою церковь, а потом что? Второе пришествие приходит на землю сюда, как со своей церковью во славе со всеми святыми. Аллилуйя! Вот тогда люди увидят, кто мы с вами на самом деле. И в заключении 1 Иоанна 3 глава, 1 Иоанна 3 глава, первый стих, 1 Иоанна 3 1. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться, и не только называться, и быть детьми Божьими. Слово детьми, что это? Это взрослые дети. И быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Это не то, что мы будем детьми Божьими. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Потому что видим Его, как Он есть. Почему подобны Ему? Потому что Он глава, а мы Его тело. И мы кость от кости Его, и плоть от плоти Его, и мы будем с Ним навсегда. Потому что голова никогда не живет отдельно от тела. А мы с Вами члены тела Христа. Что? Настоящее. Тайна. И вот о чем мы с Вами помышляем. Аминь. Отец наш Небесный, благослови эти слова в наших сердцах. Распусти нас миром во имя Иисуса Христа. Аминь. Все. Спасибо.